Во имя Отца и Сына, Сихого Духа. Аминь. Занять я на селе. Здорово. Продолжаем послание святого апостола Павла к римлянам. Толкование блаженного жертвевателя. Причем чувствуется, что живьем. Позже, милости, мы начали на прошлом занятии в главу, дошли до шестого стиха. Я думаю, что мы его и повторим, потому что в нем заложен большой смысл, большое значение. Здесь речь идет о благодати. О благодати много можно говорить, и, наверное, до конца мы познаем значение этого слова только в Царстве Небесном, если Господь сподобит нас пребыть там. Послание апостола Павла к римлянам, одиннадцатая глава, шестой стих. Но если по благодати, то они по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Ну, вопрос о благодати. Кто как понимает это? И как христианин должен понимать это слово? Что такое благодать? Вот бывает такое вот от православных, услышишь, да, ой, я там была, вот там батюшка был, ой, там вот мощи были, там столько благодати, столько благодати, можно ее измерить как-то или как, и вообще, что такое благодать? Не меру и дает Бог Духа Святого. Написано. Ее нельзя измерить. Благодать переводится. Давай, может, ты попадешь? Правильно. Даром данное спасение. Правильно, нет? Коротко. Нет благодати. Правильно. От Господа. То, что мы слышали, вот, блаженный нищий, блаженный, плачущий, вот то, что сегодня уже слышали. Вот то же самое. Заповеди блаженства. Заповеди блаженства, это заповеди благодати. Мне кажется так. Так, ну, тогда встает вопрос, а что такое блаженство? Благодатью вы спасены, и это не от вас. Сие не от вас, но дар Божий. Но дар Божий. Божий дар. Вот, благодать из определения в словаре Григория Деченко, обилие и многообразие даров Святого Духа, дарованных нам Богом. В строго богословском смысле, благодать есть спасительная сила Божия, дающая христианину средства к достижению жизни вечной, блаженной. Но, вообще, это не синонимы, конечно, слова благодат, благодатные и блаженства. А вот блаженство, что это такое? Счастье. Блаженство – это счастье, только в небесном смысле. Совершенное удовольствие, благополучие, счастье, благосостояние. Такие определения состояния блаженства. То есть, без блаженства и нет благодати, она как раз в себе содержит это состояние блаженства. Да, брат? Оппозиция. Благодать у меня в церкви есть. Распространяется ли на тех, кто вне церкви, благодать? Нет. Да. Так по одному и по руке. Благодать распространяется, только не в полноте. Да. Я хотел сказать, что странно, вот слова блаженства и счастья, они одно и то же собой представляют. То есть, словарь их не различает, а слово Божие различает. Потому что слово счастье, тут у Игоря была свадьба, ну и там родители все, Игорь, мама там его с отцом, я же там работал у него как раз. Вот они там все, счастье молодым, надо там плакаты написать. И написали плакат, счастье молодым. У нас тут висел. Я посмотрел что-то, и говорю, Игорь, ты сам вот видишь счастье молодым? Я говорю, это чисто мирское. Он, почему? Я говорю, я проповедь скажу на эту, как раз тебе. Он говорит, ну хорошо. Ее записали, кстати, она записана в проповедь. Ну не вся, не до конца. И я взял все слова, слова счастья. В Ветхом Завете там встречается 12 раз, все только об одном. Счастье это земное усложнение. Больше ничего нет. А переход на Новый Завет, только на Новый Завет переход, и сразу, вот мы сегодня читали 5 глава Матфея, и уже сразу говорится о блаженстве. То есть это тоже относится к человеку, счастье это, но высшего уровня, ну небесное уже, все. И там говорится только об исполнении законов Христа. Больше нам никакого блаженства не видать. Поэтому, а слово блаженство и благодать, они как соединяются? Ну они соединяются так же, как жизнь и допустим пища. То есть если ты не будешь есть, то ты не будешь жить. Так и здесь тоже. Благодать, благодать. А если ты, Господь, дарует тебе спасение, ты эту благодать принимаешь, Божию, то вот тебе и блаженство отсюда рождается. А как еще может оно соединяться? Это не одно и то же слово. Я думаю, что самое правильное определение блаженства это совершенное удовольствие. То есть в полноте только вот это блаженство, оно в полноте такое ощущение, да, законченного всем удовлетворения. Ну и прежде всего это, конечно, в Царстве Небесном, когда созерцаешь лик, пречистый лик Спасителя Иисуса Христа. Когда в непосредственной близости находишься и самое, самое, что, ну, так описывают цветы, самое, что, самое, самое, удивительное. Нет, самое мрачное, самое горькое будут испытывать люди, те, которые будут лишены прежде всего лика святого этого света. А не то, что они там в отме, а не то, что они будут там мучиться в отме, находясь в Гиен-Наугине или в Тарте, или черви неугасимые будут их мучить. Самое, самое главное, что будут отлучены от лика святого, от Христа Спасителя. Ну вот Христос в 23 главе Матфея, Он говорит, что, не знаете, говорит, Писание, не силы Божьей, что люди в Царстве Небесном будут, суть как ангелы, ни пищи, ни питья не будет, ни замужества никакого. То есть к этому надо здесь нам привыкнуть, это принять, и это самое, хотя это идет полное противоречие земному счастью. Здесь семья, здесь пища, питья, а там ни пища, ни питья, как ангелы, суть, говорят, люди. Ну еще, если вернуться к благодати, благодать, еще значение второе, милость, благоволение. То есть по своему благоволению и по милости своей Господь дарует, совершенно даром, незаслуженно, самое главное, можно сказать, определение, незаслуженно. То есть мы ничего не заслужили, а Господь уже даровал эту благодать, которую Он даровал нам на кресте. Спасение даровал. Ефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И здесь же, в этом же послании 2.8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, и вера тоже не, это тоже Божий дар, и сие не от вас, а дальше, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот мы просто должны исполнять это предназначенное, а благодатью должны принимать и исполнять. Исполнять. Предназначил нам исполнять. Исполнил, а нам исполнять. Да, брат. Я хотел бы вернуться к вопросу Николая о... Есть ли вне церкви благодать? И вот, Киркнина Желнанова ответила, что вне церкви благодать есть. Я... Не в всей полноте. Не в полноте. Я с этим не соглашусь. Если благодать... Тихо, тихо, тихо. По одному, и рука. Говорит, что благодать есть даром, Богом дарованное спасение. Если мы говорим о спасении, то вне церкви нет спасения. А раз нет спасения, то там и не может быть и благодати. Другое дело, благодать призывающая, освящающая и... Обращающая. Обращающая. Если мы ее, как бы, делим на части. Вот. Но немножко быть беременным невозможно. Либо ты спасенный, либо не спасенный. Либо беременный, либо не беременный. Либо родился свыше, либо не родился свыше. Либо живой, либо мертвый. Если брать вкупе... Я считаю, что вне церкви нет спасения. Значит, и нет благодати в полноте. Но я допускаю, что она может быть частично, потому что, да, и Господь призвал, они обратились. Но нет благодати освящающей. Нет таинства. А раз нет таинства, значит, хлеб остается хлебом, вино вином. Нет спасения в полноте. Об этом речь слова. Ну так вот, был уже вопрос такой. Как бы измеряется благодать? Имеет какое-то количество измерения? Или она просто присутствует? Есть благодать и нет благодати? Да, состояние или как? Дается не мерою. Евангелие Туанна, 3 глава. Значит, мерить ее невозможно. Дается не мерою. Однако мы ее мерим. Однако мы ее мерим. Благодать призывающая, освящающая и обращающая. Мы ее померили, а дается не мерою. Это не мерою, это ступени. Призывающая, обращающая, освящающая, это так условно ступени. А в целом это общая благодать, дар спасения. И вопрос-то звучал не о том, что, я так и сказала, да, отдельно действует благодать, но она не в полноте. А люди идут, говорят правду, истину говорят, но не в полноте. Ну, Евангелие Туанна, 3 глава, написано, ветер дышит, где хочет. Дух. 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 А Дух это ветер, правильно переводится. Правильно. Дух дышит, где хочет, это ветер. Мы говорим о Духе Святом. Вы как-то отвлеченно пошли разговаривать. А Дух Святой, это третье лицо Пресвятой Троицы. Бог, Дух Святой вытешите. Почему Дух Святой в церкви не может им подсказать, что нужно прийти в церковь сектантам? Но они не в церкви, он им в церкви не может подсказать. Полуправда хуже лжит. Да, они все правильно говорят, но они в церковь-то не идут. Мало того, они поносят, говорят, что там идолопоклонники. Какой благодати там может идти речь, если они хулят? Ну, почти хула на Духа. Ну, так можно приблизить. Но мы об этом как раз сейчас и разговор ведем. Об этом нам апостол Павел говорит, что одного возлюбил, еще будучи в очереди, а другого возненавидел. А если бы так не было, тогда бы все было у нас по порядку. Все бы все знали обо всем. А так, как он возлюбил, как возненавидел? Об этом же и говорили столько долго на том занятии. У каждого человека порадовали. Ну, а вот Иоанна 1,16. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Как понимать здесь? И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Кто все мы? Верующего Христа. Верующего Христа, которые вошли в церковь его. Вошли в церковь. А которые не вошли, ну, я считаю, не дана им благодать. Подключайтесь. Уже оттолкование дается в цели сразу. Речь идет о законе. Первая благодать – это закон Моисеев. И на эту благодать к верующим иудеям пришел Христос с прощением. Вторая благодать. И вышающая то. Вот Нина ответила тебе совершенно правильно. Я жду от тебя дальше движения, ты остановился. Ты должен был сказать, сестра, ты поняла правильно, ответила правильно. Я отвечал неправильно. У вас этого нет в осознании. Поэтому ты на этом засыхать будешь. Дальше не будешь продвигаться. Ты сам себя заблокировал. Ты считаешь, что правильно, хотя в то же время признал, она говорит правильно. Она говорит, градировано на три. И это кто говорит? Феофан Затворник. Не просто я говорю. Благодать какая первая? Призывающая. Призывающая. То есть, как уверенность, если не будет проповеди? А как будет проповедь, если не будет посланных? То есть, на проповедь не просто нельзя не держать, а надо посылать. Вот закончилась служба сейчас, покровский собор. Сейчас священник, стоите все. Так, сегодня 15 человек идете на благовестие. Показал пальцем, все пошли на благовестие. За тысячу лет этого не было. Посланы, они посланы должны быть. Церковь собралась, помолилась и Павла отправили. Церковь пошла совершенно не тем путем. Придумали вот это вот стояние, стояние. Даже никого нет, он один священник. Боится жить в литургию. Ну нет, хоть кочегар один должен быть. Нанял мальчишку. И что он делает? Он колотит у него. И сколько ему лет? 14 лет. Он один на литургии, уже можно служить. И он клепает и клепает в колокол. Он омерзел всем. Этот священник. 140 тысяч марок вложил. Там бетономешалки, все это. И потом, потом все это, патриархия у него подгребла. Забрала. А его сделали теперь. Он епископ теперь. Епископ, он у меня был. В доме несколько дней жил. Приехал послушать. Я ему до обеда маленько встал. Говорит, у него все развалено, все не так. Он говорит, знаешь, ты мне уже столько капаешь на голову. А то уже я капаю. Да что ж ты сразу не сказал-то с утра. Я все дела отложил. Извини, пожалуйста. Я отошел больше. Вот он живет до вечера, а ничего нету. Я же его не выгоняю. Он живет. А что со мной не разговаривает? Так вы же ему сказали капать. Он больше капать не будет. Как? Больше не будет капать. Он теперь желает капель с головы стереть. А меня это уже не касается. Я уже занимаюсь другим делом. Его слова я подписал, утвердил. Выходит, я тебя насилую. Ты не хочешь, а я тебе капаю. Все, со мной разговор окончен. Я свой инструмент забрал, я в другом месте пищу уже пошел делать. А я за тебя день потерял, а ты капаешь. И весь сказ. Значит, должны быть что? Посланная. Благодать призывающая проповедь. А ее нету в храме. А у сектантов есть. Вот как хитро все сделано. Дальше. Благодать обращающая. От проповеди, чтобы люди обращались. Зачем она призывающая? Чтобы обратить. У православной охраны нет того, как он может обращаться. Это вера. От веры. У сектантов обращаются. Наркоманы каются. Но я не могу сказать, что они их. Но тут все говорят. Я был преступник. Видите, я шестой раз, вес на колках. Он выходит перед всем народом, говорит. И в самом деле уже проходит 30 лет, у него другая жизнь. Его сажают. Он мучается, у него семья. Он обратился. Путь его изменился. Ну, нельзя отрицать то, что это неверующие. Все понимают. Ну, а третья часть, это завершающая благодать освящающая. Это таинство церковное. У них нету. Почему? Они не церковь. У них нет рукоположенного таинства. Они говорят, а как апостол избрал Павла, кто рукоположил? Дальше они на ворот и делают. А как же это так? А никак. Он эту благодать, которая есть, он ее уже попрал. Он получил, обратился, а дальше своей самостью все задушил. Он на этом остановился. А Господь дает, говорит, что Духа Святого не мерою. Она может так, как написано, возрастать в благодати. Возрастать надо в Духе Святом. Сегодня одно переходите из веры в веру написано. Это не означает от 50-ти к адвентистам, от адвентистов к киевистам. Это означает, сегодня мне на это веры не хватало, а вот сегодня у меня на это веру уже есть. Я прошу у Бога. Она ответила, вопрос решенный, ты должен сразу сказать, да я был не прав в Ситаре, ты была права. Все, пошли дальше. А ты опять замкнулся, как будто она ничего не отвечала. Вот это и есть сектантство настоящее. Кого искать-то? Она прям припечатала, ответила тебе. Что она благодать? Мерой дается? Мерой. Именно так. Вот один вышел один раз, а что я не проповедую, я ехал в поезде, я с кем-то разговаривал. Еще сравнивать. В поезде разговаривал. Или специально мы собираем людей, идем со всеми, останавливаемся, разговариваем. Да как вы еще сейчас идете-то? Вы просто книги распространяете. Да какие книги-то ты? Ты что дальше не говоришь? Книги, пропитанные Библией, святыми отцами, канонами. Если книги-то просто книги, с чего же они бунтуют-то до смертного ужаса? Одно это говорит, что это не просто книги, а книги, которые вызывают дикую ярость патриархийного священства. До ужаса, до помрачения ума, они забывают и о царстве Божем, лишь бы книги мои слопать. Это не просто книги. Это книги, дающие опыт благовестия. Это у нас вот Евгения Дмитриевна Никитина. О чем мы ходили-то? Мы там говорили, мы говорили, это надо говорить о Христе, это надо говорить, чтобы... Ты знаешь, как говорить? Все, я сел и... Давай, сейчас люди выходят, собрались в Доме культуры, мы деревня обошлись, сейчас будешь говорить ты. Она вышла, она сказала, и тут же села и заснула. И рядом пацан сидит, рот раскрытый, а она спит сидит. Так, снимок и остался. Еще кто-то пришел? Да, конечно, нет. А о чем? Надо говорить о Христе. Мы зашли в храм, проповедь она Златоуста, он говорит о театрах. О чем он говорил? Ну, о чем? Ну, о театре говорил, театра-то дыра в ад. Что ты не говоришь? Он о Христе говорил здесь, а о Христе он вообще не говорил. Второе, о гордости. Так он о гордости говорил или о чем? О Христе он опять не говорил. И таких проповедей у Златоуста 90% из всех проповедей. Ты думаешь, а так это все приводит ко Христу? Что я буду говорить? Вот сейчас эти сведи вышли из храма о Христе. А вы знаете, кто Христос, они знают? Это другая категория людей. И к ней я должен подходить не как Павел. Павел шел среди язычников, они даже не знали. Он говорит, проповедовал воскресенье. А они подумали по-грешенски, а Анастасия это богиня. О каких-то неведомых божествах проповедуют. Слово воскресенье было неведомо. Сегодня, в общем, православы, это чай и воскресенье мертвых. Они из чайной не выходят. Все время чают, и чают. Еще и пивом запьют. Сегодня другая обстановка. Но здесь моя задача сейчас людям открыть книги. Вызвать их доверие. И теперь я говорю, о чем книги, это все спрашивают. Сначала я говорю, патриотические чувства. Их располагают. Дальше я говорю, все они основаны в эти, во свете Библии. Как назвать? Я постепенно, медленно подхожу. Ты учти, вот таких вступлений, они варьировались. Я должен бы за три месяца сделать 240. Ты маленько тут соображаешь, что это такое. Я должен не просто прийти, сказать, человек ушел. Я должен незнакомый человек. А мы вам звонили? Я говорю, нет. А вы нам писали? Я говорю, нет. Я должен вызвать их доверие. Я достаю первым делом паспорт. Я показываю теперь, в каких других храмах мы были. Я показываю, что книги находятся в центральных библиотеках. Мне надо, я говорю, моя задача вызвать ваше полное доверие ко мне и ко книгам. Это совершенно другое благовестие. О таком я в Библии вообще не считаю. У них одна была книга, едва нашли ее, там, Шафан, Писец, заваленную под серебром. Мы сразу даем 38 книг. Даром. А теперь вот нам свидетельствуют, что книги находятся в библиотеках, в целой полке. Как называть? Я говорю, видите, как там написано? Открытым оком. А в другом, во свете Библии. Два названия. Она только зашла и говорит, к Тюменсу были. А вот у меня сейчас доклад надо делать. По старобряшись. У вас что-нибудь нет? Я тоже 11-й том желтый подал. Она подвышку ее взяла, директор, и пошла. А там все от конца до края про Христа. Она зашла, у нас тут мусульман много. Мусульман, я 18-й том беру, я ей в руки. Здесь все про мусульман. А теперь, теперь в интернете уже выходят и благодарят. Вы что нам дали? Это целые библиотеки. Это так отмечено. Это, понимаете как, это не превозношение никакого. А просто Коран разбирают по суровым и аверхам. Так о Христе. Конечно о Христе. Ну нельзя так любого понимать. О Христе пришел, Христос умер за нас. Так вот забил Бог мир. На этом кончилось. Я его должен вести в это. У него вопросы, считай. Это 4124 вопроса. Это не просто так. Я по радио выступаю. Вопросы там не идут. Не поэтому. Там они спрашивают о Зюганове, спрашивают о Ельцине. И я должен все это ответить и показать по Слову Божию. Чтобы открытым оком они смотрели на всю жизнь. Все везде проповедуют. И небеса проповедуют Славу Божию. Вот это и есть искусство. Искусство, выпрошенное у Бога. А просто так. Я говорил о Христе. Ну как это? Приготовился к смерти? Тот его ударил, сбил, да и все. За Христа пострадал. Это не просто так. И ты там был, ты видел. А все вот у меня сейчас третий день они зашли. Володя нашел все фотокарточки, которые вы там делали. Я их уже отослал. Они теперь понесли там своим. Рассказали где книги. Еще подобное. А священники нигде ни одного не было. Это им недосягаемое. Только которых они там внедрили, людей. Те могут капать. Самая опасность, если прихожанка библиотеки и ходит в храм. Вот это опасно. Она полностью протравлена. Они говорят, я не люблю это слово зомбирование. Она отравлена. Она не слышит, не понимает. Отец Борис благословил? Отец Борис благословил? А где он Борис? Ну два дня не будет, вы пока к нам в храм походите без него тут. Я буду стоять, у меня машина, люди. Я два дня буду ждать отца Бориса. Она ничего не соображает. Она окорблена. Я в одном храме, в библиотеке говорю, а потом я говорю, она против. Я говорю, ну вот смотрите, вот смотрите, вот показаны с патриархом там. Она не слышит. Я говорю, а вы кто такой? Да она не кто оказывает. Это как бы не директор. Она говорит, а мне говорят, нет. Ты что ж, я тебе время-то тратил. Я скорее побежал в другой кабинет, там директор. А мы думали, вы им, церковникам, книги отдаете. Она тоже берет, мне подписала, все, книги наши сбираем. А она не понимая, она стоит мертва там. Почему? Ей поп пообещал царство небесное. А он сам не знает, как кто дает. Он слепец, он давно в яме сидит, в яме глубочайшей. Но он ей сказал, ничего, библиотеку не пропускайте, там где-то что-то будет такое. Вся библиотека наполнена какими книгами? Посмотри, что там есть. Там один раз брат, там о воинах, и он там никакой власти не имеет. Но если это православие, я должен оказать, что это книги. Они говорят, ну это же православные книги. Я теперь уже отрекаюсь, что православные это. Я говорю, на основе православия-то, я православный. Ну эти книги, вот возьмите, 300 поэтов России. Что они все православные были? Мандельштам, там другие, Ноня, Крещеная. Я должен показать. Я теперь уже дистанцируюсь от того, что книги, ну такие, как Феопан Затворник, Игнатий Брещенинов. Во-первых, не такие они, а во-вторых, эти книги на все отвечают. Это и политика, и экономика, я говорю. Это поэзия, работа. Мне надо вызвать доверие, а теперь эти книги работают. А человек говорит, так вы вот, у меня в деревне, Женя, да книги никто не берет, а он поэтому, давай, распишись об этом, что ты сказал. Ты сейчас, через 5 минут, ты попятишься. Книги никто не берет. Я приезжаю, а кто такой Лапкин? Нигде не знает никто, только в одном, в одном. Сказали в рубцовке, да это вы тот самый Лапкин в интернете. Она побежала, кабинет наполнила сразу, а другие не знают и не слышали. В двух только библиотехах на 240 мы нашли тех, которые про меня слышали. Мгновенно все изменяется. Не знают. А вот то, что та сказала, знает, ей поверили, а мне-то не верят, я с улицы зашел. Я должен вызвать доверие ее, как вот к этой, которая там, которую они свою работницу знают, и она только сказала им, и видимо до этого говорила. Представь себе, с автором встретиться, это какой престиж-то им. И вот тут теперь начинается, никто не берет, а я дарю. Скажи, когда не берут, а человек дарит. Ты понимаешь, ты на какую ступень ты меня возводишь. Картофельный бунт был в России. Картошку не брали. Ее назвали чертово яблоко, потому что яблоко на деревьях растет, это в земле. И были такие распространители, ну, были патриоты картошки. Они говорили, берите, будет голод, вы будете питаться. Чем, из-под земли? Вы думаете, еще говорите-то, маленько-то. Еще царь будет есть, и царь будет есть. А то ты о ком говоришь, о помазаннике Божьем? Будет он из-под земли. Он говорит, берите. Люди пили по рукам эту картошку. Пришло время, неурожай тут же был, и на одной картошке спаслись. Они бьют, не берут, а я должен давать эту картошку. Это хлеб жизни ему. Я говорю, в каждой книге три тысячи ссылок, выдержек из Библии. Три тысячи, ты понимаешь, нет? Это сколько же у меня Библия раз переписана здесь. Я должен это вызвать. А почему вы даете даром? Даром никто не дает. Православные не дают. Вы не православные. Почему? А даром даете? Я должен сломить это все православные. Так, а я вот так делаю. Они на меня уже совершенно с другой стороны смотрят. А чем это вызвано? Представьте, это вы все ехали сюда и нам дать. Я должен на все, что они говорят, теперь, как говорится, сыграть положительные скрипты. Я не берут, не берут, они не знают, а я еду. Так я люблю людей, что я даром даю все. А это десятилетия моей жизни. И я даром, даром, везу сам, даром. Теперь уговариваю, только возьмите. Ты понимаешь или нет, что такого не было никогда в истории мировой? Если они распространялись, чужие книги приезжали. Я свои. Ну ты знаешь, назови мировой практике. Чтоб человек 38 книг издал и сам даром отдавал. Не имея ничего. Ты меня на какую ступень возводишь? Это ты меня возводишь. Они не берут, а я даром даю. А вспомни, в Москве было как. Только священник сказал, что у меня есть такие книги взять. Сразу выстроились в очереди покупать. Я ролик выставил. Они стоят, а Игорь только деньги отсчитывает стоит. Ну сразу на бензин нам хватило. Ты помнишь? А? Ты помнишь? Вот так. Маленько-маленько там какую-то долю продали. И любое слово, которое здесь слышим. Поверни его в нужное русло. Они имеют благодать. Без благодати они бы не обратились. Но они засохли на той ступени. А имели ли благодать язычники? Написано, всякое доброе даяние от Отца Света. Ты должен подписаться. Ни одного доброго дела ни коммунист, ни фашист не сделали бы, если Бог не побудил. И апостолу Павлу его просто задавали. Он говорит, не имея закона, они сами в себе закон. И Бог будет судить по их делам. А зачем судить, если они уже в аду сидят? Нет, не сидят. То есть они где-то находятся, а могут быть и в другом месте. Апостол Павел об этом говорит. Если Бог будет судить по делам, а у язычников такие добрые, как Лесков описывает. Как он описывает? Побуждает его. Медведя нашел он там где-то. Ну, лапу отрезал от него, взял. А хозяин-то придет. Он взял на медведя там, ну, видимо, шапку в деревне. Ну, в дому там убитый. Оставил шапку. Почему? А он придет, он поймет, что я не своровал. Я вернусь за шапкой. Да зачем? А он старик. То есть Бог старик. Он знает, видеть нельзя так. И он когда шел, у него волосы-то поднялись, застыли тут в снегу. Считал? То есть он язычник. Так что Бог спасает. Мы не знаем, спасутся или нет стектанты и баптисты, но они вне церкви. А вне церкви нет спасения. Это то, что я узнал из Библии. Так мы что, баптисты не спасемся? Не знаю. Ну, когда люди явно беснулись, вот как харизматы, тут ничего уже нету. Тут нету, тут полное беснование. Ну, валяются, кричат, лают тут явно, что одержимые бесами. Бог спасает, не мы. Вы почаще останавливаетесь. И прислушивайтесь к каждому, кто сказал. Она сказала правильно, и даже пошли дальше. У вас два противоположных мнения. Да, Надежды вам. Я хотела вопрос задать. Вот у вас такие планы за границу ехать, с книгами ехать за границу. Ну, допустим, а разговор только один. У меня что-то большое сомнение. Нужны ли будут там книги на русском языке? Да ты че? А как ты мне скажешь? Ты, знаешь, сомнением. Давай. У меня сомнение. Давай. Варианта только два. Книги наши там очень нужны. Второе. Они не нужны, никого там русских нету. Два варианта. Нет, ну там есть, конечно, русские. Но такой процент, что, может быть, и не будут. Да. Если один человек русский есть, ему к одному и как раз библиотека нужна. Вчера только открыли, и в интернете выставлено, первый храм заработал православный в Испании, где вообще оплот католицизма. А, то есть вы по храмам будете ездить? Куда, куда я пойду? По православным храмам, да? Да мы заранее наберем адреса, где храмы православные, как в Англии. Там же епархия православная московская патриархия, епархия. Блюм Антоний-то, митрополит-то. Это же оттуда. Марк-то в Германии, зарубежная церковь-то. Ну, поняла. Ну, Греция, это вообще православная сторона. Я тебя основной называю Германия, там. А уже говорить про эти Польши, там не надо, там и храмы, и все. Все есть. Самое интересное на неделю у меня получилось. Я посчитал Паскали. Ученый. Он и жил-то 38 лет, на год больше Пушкина. Какой он был умница. Я нашел у него рассуждение, если бы он жил после меня, я бы заподозревал, что он у меня списал. Вот представь, один к одному. Кажется, запятые даже там стоят. А я его не считал. Вчера только прочитал. Я до того удивился, помолился, поблагодарил Бога. Походил и опять. Доказательство бытия Божие. Я это говорил до уверования. Мне уже давно это было. Он прямо говорит, он физик-математик был. Потом разочаровался в этих точных науках. У него такие открытия. Это в интернете? А? В интернете? В интернете. Ролик. Он у меня списал. А Паскали? Я его поставил себе, перетащил на форум. Он у меня есть. И вот он говорил. Я это говорил, когда был еще в армии. Я говорю, давай разыграем два варианта. Ты не верующий, конечно. Пойди коммунист еще. Я говорю, ну да. Представь, полковник. Я говорю, я сержант. Я верующий. Вот давай. А вы люди сидят, солдаты? Разыграем так. Вот сейчас. Десять минут. Я прав. И ты должен со мной соглашаться ровно десять минут. Потом десять минут. Ты прав. Я буду по твоему мыслить и сейчас перейду. Какая позиция выгодная? Быть с Богом или без Бога? Ну давай. Бог есть. Ну? Бог есть. А ты не веришь. Ну еще. Ну Бог там есть. Будет и суд Божий за злые дела. И если от и рай, если Бог там есть. Значит все остальное есть. Я иду за Христом. Я там по-своему говорил. За Богом. И Бог обещает рай. Если я буду делать правильно, там все другое. Во-первых, я здесь не пью. Ты пьешь. Ну я не пью. Ну выпиваю так иногда. Ну там и что. Дальше перечисляем все. Живет с третьей женой. То другое. У нас это нельзя. Вот она у меня здесь знакома. Я не могу с ней быть как мужчина. Потому что мы не венчаны. Я ей говорю, ты приехала ко мне. А она учительница уже. А я в армии. Мы одни. И я говорю, я что буду делать-то. А Бог убьет меня. И все. И ты умрешь. И я улыбну. Я спасаю ему. И Паскаль это и говорит. С позиции предположения, что я как верующий. У меня все по-другому. У меня в семье порядок. У меня цель. Я болезни не боюсь. Войны не боюсь. Смерти не боюсь. Китайцев не боюсь. Мусульман не боюсь. То есть я жду встречи со Христом. Но ты-то сидишь и думаешь, а Бога-то нет теперь. А Бога нет. Этим сказано только, что я дурак. Верю в то, чего нет. Но я ничего больше не потерял. Моя жизнь будет не короче твоей. Мой сон более усладен. Я иду по улице, никого не боюсь. У меня друзья в милиции. Все наши верующие. За мной приезжают с городского УВД, с краевого УВД. За мной приезжают полковники. И везут, чтобы я выступил перед милицией. Представь себе. Воинские счастья. Из кинотеатра в кинотеатр меня заводят. Даже по коридору едва протаскивают. Столько солдат набито. Но тебе будет эта честь? Ну конечно нет кому-то. Но вы на своем коне сидите. Это вот, да, другое. Признали. Вы еще раньше говорили. Теперь давай договориться, что Бога, Бог есть, но нет Бога. Теперь, ну ты говоришь, Бога нет. Ты кончил Академию, я и не кончал. Ну еще дальше. Ну вот я вот это другое. Ну ты отвечаешь за 100 человек, я отвечаю за одного себя. Ну по порядку разобрали. Если Бог есть, Бог есть, то ты потерял все. А если Бога нет, а я верил, я ничего не потерял. И Паскаль это доказывает. И поэтому нельзя доказать с научной стороны существование Бога и не существование Бога. Поэтому давайте, говорит, путем предположения. Просто. Хотя Ломоносов говорит, дано две книги. Одна книга, которую можем измерять и циркулем природы. И вторая, это книга Библия, которая, неразумен тот поп, как он говорит, который Библия измеряет циркулем. А небо измеряет Библия. Там другие инструменты совсем для исследования. Я у Паскаля нашел полное, абсолютное совпадение с моими доводами. Это логика. Я ничего не мог доказать. Кроме того, давай предположим, верующий, не верующий. Я ничего не проигрываю. Даже вот сейчас жизнь моя закончится. Так она у меня жизнь в Боге была. Какая она была красочная. Какое ко мне отношение было. Меня вызывали за границу. Я выступал. Я нынче проехал столько. Бог позволил мне это написать. Мирское я все... Ты читал Библию? Нет. А святых отцов? Нет. Вот теперь. А он меня начинает называть. Там Толстой, Паскаль, Драйзер. Я все их читал. Лиги Шинзе. Поэты все до одного мне известны. У меня целые тома переписаны. Я тебя называю. Ты ни одного не знаешь. Ни одного церковного писателя. Так у меня есть еще и адвентистский. Елена Уайт. У меня есть и антияговиста. Целая пачка литературы сколько. Баптистки, Ярл Пести и проповеди. И братский вестник. И вестник спасения. Вестник истины. У меня все абсолютно есть. Ты ничего не знаешь и осуждаешь. Баша, я все знаю и отрицаю. А ты отрицаешь, чего не знаешь. И здесь ты неразумен. Гляжу. Затих мой полковничек. Разговор пошел по другому руслу. И вот она ему болезнь. Рак. А он делал столько операций до этого. Хирург. И друг его рассказывает. Когда он умирал, как он кислородную подушку тащил. Ему говорят, она уже не нужна. Тебе уже ничего не поможет. Я тащить не буду. Я тебе заранее скажу. Не давайте ее мне. В больницу меня не отдавайте. Тело не вскрывайте. Я каждый день умираю со Христом. Понимаешь, уже в этой жизни я со Христом счастлив. Я знаю, что такое добрые, милые друзья. Которые все для тебя. Я знаю, что такое настоящие враги, которые потом каются. Знаю, что они были неправы. Я куда не приду. В редакцию, в КГБ, в ПСБ. Прокуратура ко мне особое отношение. Я вызываю интерес у них. А будь неверующим, ничего об этом не было. Я бы голову сложил в Алжире еще. И все. Быть верующим благо. Седьмой стих. Что же, Израиль чего искал, того не получил? Вопрос. Что же, вопрос. Израиль чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Вопрос тут сразу. Что же, вопрос. Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Толкование. Кофилакта Болгарского. Объяснив, что такое благодать, то есть, что она есть дар Божий, помимо дел, говорит, что израильтяне, ища праведности, не получили ее, потому что искали ее худо, и искали ее от дел. Чем невозможно получить ее? Избранные же получили. Словом, получили, показывает величие, благ, и то, что все есть дело благодати Божией. И мы в обыкновенной беседе говорим, он получил прибыль, то есть, приобрел выгоду без труда. Ну, опять, о благодати Божией, что она без дел, а если по делам, то и благодати как бы нету. Но в то же время мы только что читали о том, что Господь нас... Вот, читали мы здесь. Ефесянам 2.8, 2.9, вернее, 2.10. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он дал нам эту, опять же, благодать, чтобы мы исполнили то, что предназначено им. Это тоже продолжение той же благодати от Господа нашего. Какие вопросы, Енательич? У меня всегда вопрос здесь. Говорит апостол Павел, что они искали и получили. Почему прямо не сказать, что искали-то? Почему он вопрос задает? Он догадывался или нет, что на этом будут возникать новые секты? И писал-то к кремлянам, там же они как бы иудеям, тут понятно. К иудеям, там, первосвященника понимают, поминает он о деяниях, все. Здесь, почему он сегодня, Павел говорит, загадками-то? Я каждый раз об этом думал. Зачем? Ну, только бы сказал, они искали, и одно слово только. Что искали? Спасение? Или райской жизни? Или пришествие Христа? Что искали-то? Зачем раздваивать наши мысли-то? Непонятно, почему он... Или он думал, что они это все знают? Как тут один проповедник, православный. Ну, братья и сестры, как вы все знаете? Ну, и вот он пришел, братья и сестры, ну, как вы все знаете, вот он-то потом так, и как все знаете, а все как раз еще и не знают. Он себя этим тешит, стоит. Ничего они не знают, твои братья и сестры. Во-первых, сестры нельзя в храме и говорить, только братья. В Новом Завете 68 раз обращение братья и ни разу сестры. Что тут? Я-то самостоятельно дошел, кажется, в первый год, когда я его уверовал. Я стал смотреть, ну, я был у баптистов, ходил в собрание, и там везде братья и сестры. Пошел в храм, братья и сестры. Я давай, симфонии-то не было. Я давай заново пересчитал Новый Завет. Нету нигде. Симфонии-то не было. Проходит какое-то время, ко мне стали обращаться, как к симфонии. У меня нет, я... Ну, а нет, а как искать? Спрашивать некого. Я заново сажусь и считаю. А раз я считаю, я делаю себе пометки. Ну, а память Бог дал, и я стал помнить все это дело. И то, что не было симфонии, мне послужило во благо. Особенно неканонические книги, когда уже та симфония на 66 была. Я пересчитывал постоянно Сирахова, Премудрость, там книга Третья Едра, Варуха. Я их пересчитываю раз за разом. И все удивлялись, а как вы нашли то, что в этой главе? Ну, я считал, да как это так, такая книга большая. Ну, я сразу нашел ее. Почему? А у меня симфонии нет. Ее вообще не существовало, как будто. И вот Павел задает эти вопросы, и при том, не один раз я заметил, почему был высокий уровень образования у римлян, община это уже существовала, и они это прекрасно знали. Поэтому он говорит, об этом не нужно много говорить, это пославие к евреям-то. Почему не надо много говорить, когда надо? Потому что они знали, это евреи. Чего я буду распространяться? Бумаги-то не было, как сегодня бумага-то. А пергамент, телящая кожа, навес золота. Да. Много писать. Какой у вас ответ на ваш вопрос? Вот я ответ нахожу для себя. И при том, я не утверждаю, что он именно такой. Он дает пищу для размышления нам. И тысячелетие ждет фефилактов. Вот так. Бог многое оставляет нам для работы. И на их говорят, ну Америку открыли, острова уже Полинезия известная. Вот я родился, после времени ты открытий никаких не сделаешь. А за что же Нобелевскую премию-то присваивают? А вот теперь будешь копаться то, что у тебя под носом. Граффити эти находить. Ты теперь будешь копаться молекулы на нейтрино будешь разлагать. За чего тогда ни один Соломон не подозревал даже. Никто не знал, что существуют какие-то микробы, бациллы, потом можно смотреть, генетика, никто не знал. Вирус. Место подвигу, как говорили, всегда есть. В советское время часто говорили. Место подвигу есть. И вот найди. Я вот сейчас готовлю к изданию книги стихов, но могу заранее сказать. За всю мировую историю таких стихов не было. Я знаю латинскую поэзию в Сеиспании и Южную Америку. Знаю Восточную, Амара там. И всех абсолютно нигде так не издавали. А чем? Напротив каждой строчки место писания, откуда мысль эта взята. Просто этого нет. Вверху шапкой каждого стихотворения, у каждого, вместо Библии, о чем там говорится основная мысль. Эпиграф из Библии. У каждого стихотворения ты никогда не найдешь. Этого не было нигде. А почему? Ну, в первую очередь, Библия малоизвестна была, во-вторых, не было глав стихов, ну и все остальное, ее незнание. Я сейчас продолжаю работать уже над второй книгой, и, ну, все время мне Бог показывает эпиграфы, ты посмотришь, какие эпиграфы Бог дает. И мне этот эпиграф надо не больше четырех строчек, чтобы был. Я вырезаю, вырезаю, больше не знаю, потому что одна страница сорок строчек стихотворения, девять и четыре, тридцать и шесть, остается, мне только четыре остается. А лучше три, чтобы между эпиграфами и стихотворением был пролет, видно, что где-то отделяется. Ты увидишь там сколько труда. Сейчас у меня был Витя и пытался сделать. Почему вдруг межстрочное пространство увеличивается, ничего нельзя. Он сколько бился, так и не мог сделать. Нет, это пейджмейкер. Он взял, перевел, сейчас придет домой, Алексей не мог, никто не мог. А я-то работаю в пейджмейкере, и он говорил, я работаю уже лет восемь, минимум, а я его знаю, что такое пейджмейкер. Сам набирал, сам верстал все книги. 22 книги сам сверстал по 750 страниц. И он меня, Витя говорит, я первый раз это вижу. И я не могу это. Он сделал, показал ему, где-то нажал там опцию, оно сыграло, теперь дальше, а дальше видишь, там оно перестало работать. Что это? Программа не срабатывает. Все делаем так же. То же мы с ним сделали, и то же, чтобы отточие было точно, на какое место в оглавлении цифры поставить, одинаково ровно, не идет. Я их могу поставить и так оставить. Но, однако, и Бог вразумляет. И Бог дает. Сегодня столько, завтра вот столько. Я с каждым днем вижу больше, что книги необходимы. Вначале я просто так говорил, а сейчас вижу, как вот эта поездка за границу. Она нужна. Но это все как фантазия пока. А о том, что ехать вот в этот тринадцатый год в центр России, ну это уже прямо реально контур. И уже и шофер находится. Видимо, Николаевич Курчина появит. Юра его. Если он, с ним, видите, мы обеспечены. А там потруднее. Значит, поработать с Валей, чтобы нам дали там человека, знающий минимум два европейских языка. Чтобы знал русский, немецкий, английский. английский. Мы доезжаем до Германии, берем его и едем дальше. Идем там по разному Швейцариям, через Ломаршем проходим в Англию, а потом через Скандинавию и Прибалтику домой. В Рим надо заехать. В Рим. Все дороги в Рим ведут. А в Рим обязательно пойдем. Петра и Павла нужно посетить. Папу. Я каждый день молюсь за Папу Патриарха Винедикта. За Папу. Каждый день молюсь. За того молился. И Бог силен. Так он у вас может и встречу организовать. Папа это не Патриарх Православный. Папа сейчас встречается принародно выступает. То есть это все вполне может быть. Вот мы нынешняя что проехали я испугался когда мы до Байкала доехали. Ужас меня взял до Байкала. И даже не думали. А когда батюшке сказали что на Москву собираемся батюшка так и охнул. Я только так сказал про Ивана. Вернулись и батюшка уже по телефону да наши там уехали. Батюшка тут же подсоединяется. Он как отец Николай Войтович наши. А уж когда мы собрались ехать на Владивосток туда кто-то передал батюшка только услышал сразу сказал безумие. Я его еще не спрашивал но думаю вполне мог сказать. А когда вернулись слышал он говорит да да 240 городов посетили а сам смеется сидит довольный. Он молился и молился за нас. Видите как. Это все позади. Кто? Вадим поехал. Вообще никого не было ехать. Не было. А вот если бы мы опрокинулись по твоей вине ты бы считал себя виновным или так же бы жил спокойно? Конечно. В гробу в белых тапочках. Почему в гробу? Да. В тот раз Игнать Тиханевич говорит вот сейчас вот авария вот нас пять человек едет и авария и вот четыре труба. На обелиске я говорю четыре фотографии почему четыре нас пятеро. Ну как это я-то останусь живой. Вот они засмеялись. А вот вы сейчас стихи над стихами работаете ну печатаете там а у вас бывает такое желание вот подправить рифму где-то слово заменить? Вот что удивительно вот люди говорят издана новая там дополнена у меня дополнена страница допустим 120 страниц я подогнал под 752 вот для слова божи нету ни одной бывает строчка длинная не вмещается тут я долго бьюсь 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 чтобы одно слово убрать и не изменить смысл вот такое было больше никак у меня настолько вот представь вот продают пачки в магазине печатать 500 листов у них у меня стихов рукой моей написанной полностью весь лист это 36 строчек напиши 3000 это означает 6 пачек а если 3400 так это получается 7 пачек каждую я исписал рукой от верха до низу и они у меня сейчас архив есть как бы не Наташа их бы не было я их просто выкидал сжигал а Наташа приходит и говорит да что ж ты делаешь что вы делаете это же ценно это вы будете сами искать ну и забирай я их откидываю а теперь-то я часто допустим не поставлена дата я теперь езжу в архив и пишу какого числа я там написал у меня у каждого стихотворения и вот я смотрю допустим 1000 стихотворений и ни одной поправки такого не бывает наконец 2000 стихотворений пишу ни одной поправки 3000 ни одной поправки так не пишутся стихи не пишутся не пишутся я гляжу у Пиршкина там такое даже Лев Толстой там с носки в угол там ну другие дополнительные слова у меня нигде нету они написаны сразу с рифмом и все так можно лучше понятия не имею у меня другое совершенно я стоял и писал а как я не могу это объяснить ну представь 3000 листов исписаны и ни одной нигде нету помарки я просто везде карандашом с чернилами это дорого стоит везде карандашом пошел пасти коров с собой что фанерка бумага карандаши и отправился пасти а этот дома шкурить у меня рука уже вывернулась я оттуда возвращаюсь вечером 4 полновесных стихотворения горела роща дошел до горелой рощи роща сгорела там у меня стихотворение корова побежала домой у меня корови которая побежала ребятишки лают рыбу у меня стихотворение про рыбаков оно само рождается и сегодня пришел вот сейчас пока здесь бегал отзывы вы поэт настоящий другие никогда таких стихов не читали да поздай вам бог это столько поучения такой скрытый там смысл я смотрю я поэт да что глупости то какие я просто написал я ни одного стихотворения себе приписать не могу мне вспоминается о Виварде когда литургия шла а ему приходили эти фуги и он прям на престол клал и писал я во время молитвы очень часто на листик набрасывал строчки и продолжал молиться мне мысль чтобы она а дальше она окрепла и представь вот при том что я написал вот эти 3123 стихотворения за 8 лет последних вдруг я обрубил и больше ни одного стихотворения нету аж рука тряслась охота была написать но сказал себе больше не будешь писать у тебя остался форум и молитва и поэтому я все силы напрягаюсь чтобы никуда не отвлечься даже вот сейчас занимаюсь верской проверяю по буквам полностью каждое стихотворение это не просто так гляну знаки припинания выставляю тебя это уже откорректировано но я не доверяюсь своим глазам это мой корректор я тебе уже дал первый том все вот как я приехал с этого времени начал считай ну сентябрь октябрь и полтора месяца даже не прошло полностью и сверстал да еще программы нету сколько потратил ну и второй том думаю будет у меня готов через неделю он уже больше половины готов у меня как я работаю только Володя знает ну представь почти 16 часов я вообще не поднимаюсь вот как сел только на молитву стал после молитвы сел опять помолился опять встал у меня как у Антония руки подняты опять сел опять прошло полчаса сейчас я опять все заботы все ушло книги должны быть изданы я убеждаюсь стихотворения которые там есть я их отдельно копирую отдельно с эпиграфом я отсылаю я послал по одному стихотворению немного фотографий так сейчас сделаю так два стихотворения она 4 тысячи знаков только принимает mail.ru и одно одни два фотографии все время сейчас посылаю по два стихотворения ты посчитай какие отзывы притом абсолютно от всех даже православно неправославно я эти стихи себе не приписываю никак их нельзя так написать многие из них мне настолько неведомы я считаю вглядываясь как я мог написать это а что это означает я сейчас расшипровывать начинаю сам иной раз поддерж хочу изменить да нет это вот как сказано у меня поддерж оказался позади такой необычный оборот то еще я долго-долго смотрю переправлять или не переправлять и с десяти раз примерно в одном месте так одну букву изменю поддерж ну это описка вот тебе ответ Надюшу Игнать Игнатьевич еще бы очень хотелось чтобы вы пояснение к этим стихам где-то писали невозможно потому что настолько бывают непонятные моменты никак а вот ты спроси Игоря Добунова он говорит первый раз прочитал одно а второй раз я считаю и смотрю больше надо писать отдельное там 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 конечно слова непонятные тем более написано в таком духе накали что я мысленно представляю а кто это будет читать как они будут реагировать когда книга будет в руках как они будут реагировать русским языком но когда вы дошли до нашего времени вот 96 год вот когда я здесь в общине то мне многое 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 понятно потому что целая история общины представляется сразу а вот последние последние года что-то у вас там дух святой поработал так что уже это на всю вселенную я так понимаю потому что такие места я вообще не понимаю о чем речь идет то есть где вы уже там в интернете уже это все без нас получается то есть мы этого не видим и вы что-то там прочитали у вас это сложилось помолились дух божий направил ваш разум куда-то и видно что надо много очень читать знать я думаю даже может быть так будет выходить что просто кто-то будет о чем-то жить просто будет жизненная история и вдруг этот стих попадется и он как раз будет как растолковать значит сушите сухари уходим до зари одна строчка я пел пел а когда поехали поход нелегкий и неблизкий будет тяжелый труд что съел передарим нелегкий как она 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 Продолжение следует...